Во-первых, я расскажу немножко, как мы с Юрой соревновались. Мы участвовали в этом соревновании независимо на КАГУ и познакомились уже после. Мы обменялись решениями и выяснили, что процентов 80 был одинаковый подход. Мы также независимо готовили презентации. Где мне стать, чтобы не бросать тень? Так, презентации, и поэтому, когда я прослушал, оказывается, процентов 80 он уже рассказал. Поэтому я буду намного короче, я буду намного короче. Но я буду немножко, может быть, пролистывать слайды, которые, так сказать, вы уже услышали. Ну, кроме этого, чтобы я, потому что я его очень тщательно сжимал. Вот моя команда заняла почетное 20 место. Я горжусь, что выше я победил Юру в результате, поэтому я сжал слайд. Вот видите, вот я тут на последней срочке, то есть я его оставил. А, ну вот Юра тоже много, я оставил этот пример, он много говорил, что есть, были такие вопросы, когда абсолютно ни одного общего слова. Если вы также посмотрите вот на последнюю пару, ни одного общего слова, но это одно и то же. То есть один и тот же вопрос. Но опять же на следующем, Юра тоже хорошо показал, есть абсолютно одинаковые слова и разные вопросы. Апсамплинг, ну, Юра опять же говорил, может быть, если мы успеем в конце, но Юра очень хорошо рассказал, как о фичи инжиниринг, какие могут быть фичи, как они готовятся. И поэтому я решил, что я, наверное, как раз поговорю о таком, может быть, более философском плане. Вот сравним классическое машин-лёрнинг и дип-лёрнинг. Я, кстати, может, прощал, у кого-то какие есть идеи, есть разница, что такое дип-лёрнинг для вас? Есть, конечно. Ну, что такое дип-лёрнинг, да? Чёрный ящик. Да, чёрный ящик, который сам определит. Мы делаем фичи-экстрактор, который сам натренирует веса и наилучшие фичи. Дальше мы загоняем в аппроксиматор и всё. Окей. Гудка, ещё идеи. Ну, на самом деле, ну, я тоже, то есть, ну, просто иногда люди говорят, что дип-лёрнинг – это нейронные сети. То есть, если мы используем нейронные сети, это дип-лёрнинг. Это совсем не так, потому что нейронные сети можно использовать и в классическом машин-лёрнинг. Мое определение, что в классическом машин-лёрнинге вы 90% усилий тратите на то, чтобы фичи разработать, придумать, прочитать кучу всяких исследований и понять, какие нужны фичи. Вот, например, Юра сказал, что он разработал 200 фич для этого. Моя команда 400, а победители имели 4000 фич. Ну, то есть, например. То есть, это классический подход, когда вы тратите много сил и энергии на разработку фич. И, возможно, только 10% вы занимаетесь построением моделей. То есть, не так много усилий. Дип-лёрнинг, он может быть для более ленивых, когда мы не хотим вот так тратить фичи, мы действительно хотим фактически отдать на вход вот этот наш текст, ну, почти, как есть, почти в голом виде и на выходе получить ответ. То есть, в этом, собственно, стоит великая идея. Просто это иногда не очень легко реализовать. То есть, и опять же, что очень интересно, я в Kaggle, ну, в Kaggle соревнованиях сейчас уже больше двух лет. И вот два года назад, там, ну, несколько лет, Kaggle вообще-то был в основном о фичи инжиниринг. То есть, люди, которые выигрывали соревнования, они выигрывали за счет, может быть, каких-то гениальных фич или за счет большого количества фич, потому что иногда люди вот просто, ну, делали фичи, ну, может быть, где-то повторялись. Но вот на этом соревновании, например, можно было открывать похожие фичи на разных, делать, создавать на разных схемах токенизации. И просто повторяя это упражнение, вы по-разному разбили, токенизировали текст, но повторяя, создавая одни и те же фичи, вы все равно в конечном итоге вот за счет этого экстенсивного подхода что-то извлекали. И так было очень много на Kaggle, то есть, люди писали фактически автоматические экстракторы фич, иногда выигрывали люди, которые просто гениально разбирались в предметной области и могли придумать какую-то супер фичу, и за счет этого выигрывали. То есть, Kaggle, вот говорю, еще несколько лет назад был о фичи инжиниринг. Но на самом деле состояние вот индустрии, те, кто использует машин леорнинг, вот, я не знаю, и для распознавания образов, и для машинного перевода, для NLP задач была очень похожая ситуация. То есть, в основном, очень много работ делалось на том, чтобы как извлечь фичи. То есть, люди писали диссертации, разрабатывали хитрые алгоритмы, и все работало, собственно говоря, на фичах. Но последние два года мы видим, что сначала с имидж распознаванием образом на имидж.нет, нейронные сети, дип-лернинг фактически без каких-либо фичей, а просто за счет архитектуры и, так сказать, больших машинных ресурсов смогли побить все классические системы распознавания образов. Точно так же это происходит сейчас с машинным переводом. Если раньше это были статистические модели, в которых использовалось очень много фичей, лэнгвич-модели, то сейчас получается, что в NLP тоже все чаще и чаще принимается дип-лернинг-подход. То, что вот, Юра, мы к этому вернемся, когда фактически мы работаем фактически с инбейдингами и рассчитываем, что хорошая архитектура нашей модели позволит нам решить задачу. Ну, это я добавил, что как каглер вы должны понимать, что на самом деле, чтобы выиграть Kaggle Competition, скорее всего, надо использовать оба подхода и в конце сделать ансамбль. То есть, ну, опять же, а кто в Kaggle? Кто участвовал в Kaggle хоть в одном? Окей, ну тогда вы знаете. То есть все Kaggle Competition в конечном итоге выигрываются ансамблем, но если еще у вас ансамбль двух разных подходов, то вы как бы за счет больших усилий, но можете себе гарантировать, ну, хороший результат. Ну, это я уже говорил, что команда победителя имела более 4 тысяч фич и использовала там XGBoost, там классический подход. Но, опять же, возвращаясь к чисто классическому подходу, вот Юра упоминал, что, например, один из полезных фичей – это было измерение угла, там, дистанция между представлением наших фраз как вектора. Но такой небольшой вопрос, а как представить целую фразу в виде одного вектора? Доктор век. Доктор век. Хорошо. А как еще? Если мы имеем Word Embedding, стартуем с Word Embedding, что мы можем сделать? Сложить. Конкатенировать. Конкатенировать? Ну, если конкатенировать, это получилось бы очень много. Нам хотелось бы уложиться в какую-то размерность, но кто-то сказал «сложить», так? Да. Но на самом деле, как бы, это немножечко удивительно, то есть, ну, давайте подумаем, мы просто берем, там, складываем или находим среднее слов в фразе. Что мы теряем? Ну, это, во-первых, мы теряли информацию о порядке слов, то есть это уже bag of words мы потеряли. И фактически у нас все слова абсолютно одинаковые, то есть нужно представить, что и главный глагол, там, subject, object, мы просто усреднили все. То есть есть слова, которые имеют мало значения, какое-то много, мы просто нашли среднее. Но на удивление, это действительно хорошо работало. То есть кто-то делал фичи, вот измерял расстояние между такими предложениями, ну, представлением предложения как вектора. Но я так тоже раскрою один секрет, что на самом деле такой популярный классифайер как xgboost, ему можно было просто дать, например, если у вас есть имбеддинге размерности 300, мы усреднили и дали ему это как 300 фичей, ничего не делая. Он тоже занимался диплёрнингом из этих сырых имбеддингов, ну, они ему очень помогали. То есть даже такой простой трик, я вот за счет этого у Юры и выиграл, он не догадался. То есть поэтому, собственно говоря, таким простым триком, то есть фактически ничего не делая, мы нашли это среднее и отдали xgboost. Но, ну, ладно, это мы пропустим. То есть, ну, раз я уже этот слайд, то на самом деле существует там много разных имбеддингов, glove, wordweek, разной размерности. И опять же, что делают каглеры? Они, в принципе, тренируют свои модели на разной размерности имбеддингов и потом делают ансамбль. То есть это объясню, зачем тут этот слайд. То есть, ну, давайте вот я все-таки хочу вернуться к диплёрнинг. И почему, ну, вот как я, например, мой был подход, какая должна быть архитектура нейронной сети? То есть после того, как я понял, что, например, просто row, вот мы находим этот sentence, находим среднее, такие row-фичи, они работают. Ну, это же просто average. А что, если, так сказать, мы сделаем weighted min? То есть если мы сделаем average с весами? То есть наверняка, может быть, если я там правильно расставлю веса, то гораздо лучше вот этот sentence vector будет представлен. Что, если, опять же, я не просто там линейную комбинацию найду, а какая-то там применю какую-то нелинейную трансформацию? Скорее всего, это тоже, ну, как-то улучшит мою модель. Ну, и, собственно говоря, это уже нейронная сеть. То есть мы, что делают нейронные сети? Они, собственно говоря, умножают на матрицы и применяют какую-то нелинярность. То есть они находят вот это взвешенное там среднее и плюс апплаят нелинярность. То есть фактически, ну, достаточно простая архитектура нейронной сети. Берем наши фразы, как-то, так сказать, находим линейную комбинацию, применили нелинярность. Теоретически мы уже имеем, если мы это применили к двум предложениям, и то, что у нас получилось на выходе, это будет там вот такой сентенс, и померили расстояние между ними, то, скорее всего, наша модель уже нам будет говорить, что если это расстояние маленькое, то значит это парафрейс, если большое, то нет. Единственный, опять же, недостаток этой модели, что это всего лишь, но то, что я говорю, мы теряем порядок предложений, и в идеале мы хотели бы сделать лучше, а лучше это, например, если мы рассматриваем не только одни, но отдельные слова, а, например, биграммы, то есть слова, которые идут подряд, или триграммы, слова, которые идут там подряд, то есть фактически мы же можем каждое предложение интерпретировать не просто как bag of words, но как bag of big grams, bag of… Пардон мой английский, если нужно, переспрашивайте, я иногда таким жаргоном говорю, если нужно объяснить, то есть, ну, понимаете, когда я говорю мешок слов, bag of words, да, bag of ngrams, но, опять же, когда мы говорим о ngramm и мы говорим о NLP, это означает, что, скорее всего, мы должны применять какую-то convolution-сеть, то есть потому что convolution, они как раз и натурально ищут, вот, так сказать, благодаря архитектуре и ищут статистику ngramm, то есть фактически, опять же, идея, что наша сеть должна еще включать в себе какой-то элемент convolution. И вот рисунок, как это все складывается, опять же, единственный важный момент, Юра его отметил, что если у нас есть два-две фразы, то нам же нету разницы, какая из них условно первый вопрос, какая второй, то есть у нас есть полная симметрия, нам не важно, что первое, что второе. И если мы строим нашу сеть, то, опять же, натуральный подход, что наша трансформация, то есть веса нашей сети, они должны быть абсолютно одинаковы для двух вопросов. То есть идея, что у нас есть сеть, у нее есть веса, каждый проходит эту трансформацию, мы получаем два числа на выходе. Но основная идея состоит в том, что, в принципе, если мы сделали вот то, что я, мы получим всего одно число, и мы можем посмотреть, что это число там похоже. Но если так подумать, мы же хотим, вот то, что я говорил, попробовать проинтерпретировать наше предложение по-разному. То есть мы хотим его посмотреть как back of words, back of ngrams, ну и разные это. И это просто означает, что таких вот convolution блоков несколько. Каждая выдает в конечном итоге по одному числу, то есть мы пытаемся каждый из этих convolution блок трансформирует их таким образом, что в конечном итоге, получив там, я не знаю, ну у меня было там порядка сорока чисел, сорока измерений похожести, мы уже делаем так называемый fully connected layer, который нам уже выдает финальную трансформацию, что, собственно говоря, мы ожидаем ответ. То есть это дупликаты или не дубликат. Опять же, ну, Юра очень хорошо рассказал в начале, что такое, зачем нужен paraphrase detection. И это достаточно старая проблема. И, ну что, опять же, всегда хорошо делать не только на Kaggle Competition, всегда надо смотреть на то, что люди делали перед этим. И на самом деле есть даже так называемый shared task. До этого вот Microsoft открыла небольшой датасет, в котором всего 5000 предложений, 5000 пар, в отличие от Quora, где 400 тысяч. Но люди садмитили там вот такой список моделей, то есть они писали исследования. И вот каждое из этих исследований, это фактически какая-то другая архитектура подхода к paraphrase detection. Ну и как любой Kaggle и любой исследователь, всегда надо ворвать чужие идеи. То есть фактически надо смотреть, что сделали люди до тебя. То есть и на самом деле, ну вот это, я написал тут три, это основных таких, которые я считал, они повлияли на то, что я делал. Но вот последнее, это вот их рисуночек, они фактически предложили такую же архитектуру, которую сделал я. Я их обнаружил уже после первой версии архитектуры, но они мне просто сказали, вау, если люди пишут, придумали такую же модель, которую я делаю, значит я делаю правильно. И фактически, ну опять же, вот они просто это лучше нарисовали. То есть вы видите, что два предложения подаются на вот такие вот, тоже у них блоки трансформационные, у них были не только конволюши, но представим, это какие-то нейронные сети. Потом каждая из них склеивается на выходе. Мы их, опять еще раз, последняя трансформация, и фактически мы получаем некое число, которое измеряет похожесть. То есть это есть, собственно говоря, наше решение. Если мы его трансформируем от нуля до единицы, это и есть как бы наша вероятность. То есть все, что нужно. Поэтому, ну, возвращаясь, так сказать, фактически вот эта развернутая архитектура, это она свернутая. И вот, опять же, может быть, как выглядит конволюционный блок. То есть очень важно, опять же, я повторюсь, что веса абсолютно одинаковые. Происходит трансформация, и в конечном итоге на выходе мы получаем после трансформации два вот этих sentence-вектора. Просто dot product, одно число, и мы находим, ну, меряем похожесть наших фраз. Ну и чем, собственно говоря, эти конволюционные блоки отличались? Ну, у них был разный размер фильтра. Это и есть, собственно говоря, если фильтр один, то это юниграмма, если два, это биграмма, три, триграмма. То есть фактически размер фильтра – это симуляция, какие у вас энграммы. Опять же, ну, это может быть технически очень важно, как в конечном итоге вы преобразовываете, да. То есть каждый блок – это был условно фичер-детектор какой-то фичер, да? Ну, каждый блок – это трансформатор этих предложений в sentence-вектор. То есть это фактически идея была, ну, вот не просто average сделать, а трансформировать каждая, значит, фразу в какой-то вектор сентенсов, и потом в конце просто dot-product, то есть просто померить их similarity, ну, похожесть, так простой операцией, как dot-product, это и есть casin similarity, ну, то есть… Каждый блок искал что-то свое. Да, то есть идея была, что из-за того, что у них были разные параметры, они искали разные, то есть зачем их было много. То есть они концентрировались как бы на разных вещах, и в этом, собственно говоря, суть. Они, каждый в идеале делал свою работу, но я понятия не имею, какую из них работу. Моя работа была дать много блоков, и по результатам, так сказать, ну, фидбэка сети смотреть, что, о, это помогает. Я добавляю еще такой размер фильтров, и модель улучшается. То есть теоретически, ну, просто когда есть имиджи, люди могут красивые картинки показать, что, собственно говоря, вот эти convolution layer учат, но с текстом это тяжело визуализировать, но я предполагаю, что вот они учили тоже, ну, как бы разные преобразования, какие-то фичи, мы не знаем, что они значат. Ну, опять же, глубина конволюционных блоков, одна из параметров. Ну, мое открытие было, что на самом деле достаточно было одного уровня конволюции. То есть основные, так сказать, блоки, у меня было пару глубоких блоков, но в основном были мелкие блоки. То есть не надо было делать очень глубокие модели. То есть это был deep learning, но модель была не очень глубокая, не очень deep. Так, ну, это часть кода мы пропустим, еще код мы пропустим. Embeddings. Опять же, Юра, это очень важно, потому что, с одной стороны, Quora дала 400 тысяч пар, но для того, чтобы натренить имбеддинги, чтобы вы понимали, там, эти имбеддинги хорошие тренинятся там на миллиардах предложений. И поэтому 400 тысяч, фактически, вы не натрените свои имбеддинги хорошего качества. Вам нужно использовать готовые. То есть, поэтому, с одной стороны, нужно использовать pre-trained embeddings. Это хорошо, это работает. Но мое открытие было, что, да, если у вас мало данных, вы не можете натренить их с нуля, но вы можете использовать, ну, дотренивать то, что уже у вас есть. То есть, фактически, у меня был самый большой прорыв по производительности моделей, когда я, ну, по умолчанию имбеддинги, я использовал глав, они были заморожены. Но когда я разрешил мои модели тренить имбеддинги, она сразу очень стала хорошо, хороший перформанс. С единственной проблемой, что она буквально за 2-3 эпохи оверфитила. То есть, она очень хорошо тренивалась, но из-за того, что оверфитинг наступал очень быстро, и фактически каждый ранд был разный результат. То есть, иногда за 2 эпохи можно было очень хороший результат показать, а иногда она уже там, ну, очень сильно оверфитила. Но, опять же, учитывая большое, ну, то есть, что модель тренивалась очень быстро, то есть, фактически, вот, такое там, одна эпоха, 2 минуты, то solution, который часто помогает, когда у вас нейронные сети и у вас немного данных, это просто ранить модель несколько раз и потом находить эверидж. То есть, это работало очень хорошо. То есть, фактически, у меня каждая вот такая модель, она просто, я ее запускал несколько раз, и потом эверидж, это дает очень, ну, хороший импровмент. Если у вас, ну, там, один проход, там, это 2 минуты, вам нужно, там, 10 моделей, ну, 100 минут, в кагле это вообще не время, если ваша модель тренется, там, час, так сказать, у меня дома есть такой боксик, он ночь не спал, пока что вот этот competition, то есть, как раз я не мог спокойно лечь спать, если он оставался без работы. Поэтому, в принципе, все это оставалось, так сказать, компьютеры на ночь, и это было, так сказать, не очень большое время. Ну, опять же, это может быть для тех, кто интересуется, это уже я после этого competition узнал такую, ну, интересную, как бы, идею, что на самом деле можно иметь две копии эмбеддингов, то есть, можно одну оставить pre-trained, глав, а другую тренить, то есть, никто не мешает, что если модель будет пользоваться две, и тогда, фактически, мы используем, ну, вот силу pre-trained эмбеддинг, и со второй стороны все-таки подстраиваем какую-то часть эмбеддингов под нашу задачу, то есть, это очень хороший трик, можете его использовать. Код мы пропускаем, и, может быть, Юра рисовал архитектуры, в основном там RNN сетей, они очень хорошо работали на этом competition, опять же, нет времени рассказывать, что такое RNN, я знаете, но проблема с ними была, что если моя convolution сеть считалась несколько минут, то RNN считалась несколько часов, и, например, если у вас single run, то есть, один прогон, и у вас похожая аккуратность, но я могу сделать 10 прогонов и найти average, то есть, если уже ваша модель тренется там у кого-то там полдня, то вам, ну, тоже можно сделать average, но это как бы отнимает там, ну, там на два порядка больше времени. Поэтому, опять же, классически в NLP и RNN до сих пор более популярны, но все больше и больше начинают использовать convolution сети, даже в том, что касается машинного перевода, например, сейчас, раньше это всегда было классические RNN сети, сейчас есть полностью convolution, ну, сети полностью на convolution, которые делают очень хорошие результаты по машинному переводу. Поэтому, ну, я люблю convolution хотя бы за то, что они очень быстрые, за то, что они очень быстрые, и за то, что, ну, лично у меня в голове есть хорошая ментальная картина, как работает convolution сеть. Так, время. Ну, опять же, возвращаясь к дихотомии, Deep Learning или Classical Learning. Как выяснилось в этом соревновании, да, вот эти Deep Learning модели, которые получали просто embeddings на вход, работали хорошо, но если им, так сказать, вот это дорисовал, уже в самом конце добавить вот те классические 400 фич, которые были разработаны до этого, то они работают еще лучше. Ну, то есть, как бы, эта дихотомия сводится к тому, что если у вас есть уже фичи, то используйте и то, и то. То есть, в конечном итоге, обещание Deep Learning хорошо, но если можете себе позволить, добавляйте и классические фичи, и будет еще лучше. То есть, в конечном итоге, вот эта финальная сеть, она объединяла вот convolution блоки плюс классические фичи, которые были разработаны до, собственно говоря, вот теми методами, что описал Юра. Ну, опять же, команды, тут, может быть, это такой слайд. Я говорю, что чем хорош Kaggle, вы всегда, ну, победители, участники делятся своими результатами, делятся подходами, поэтому люди там описывали, какие они RNN использовали, какие модели, поэтому кто интересуется, на самом деле я всегда, ну, такая делаю рекламу Kaggle, что, в принципе, например, если кого-то заинтересовала эта тематика, вы можете там, что-то тут не поняв, ну, вот можно пойти на форум, ну, то есть на Kaggle, найти этот competition и почитать форум, там, где люди описали, ну, свои решения. Понятно, Юра очень щедро расшарил свое решение, там у него есть код, и в деталях можно посмотреть, но я считаю, что действительно, если вот вам интересно, не поленитесь, зайдите, прочтите, может быть, больше о соревнованиях, и действительно, ну, как-то это все станет по я, более понятно, зачем это нужно, как это нужно, и, например, хотите ли вы попробовать свои силы, например, участвовать в следующем похожем Kaggle соревновании с такими идеями. Ну, тут у меня такой маленький анализ, что вот я считаю, что вот такая архитектура, которую вам попытался быстро описать, работала хорошо, но она удивительно простая, то есть на самом деле, ну, вот, когда люди говорят там о глубоких, там многоуровневых, там RNN-сетях, есть такая идея, что в их hidden state чуть ли не закодирован смысл вот этого предложения, что модель там что-то понимает, ну, тяжело сказать, это так или нет, я могу точно сказать, что в моей модели невозможно было закодировать никакой смысл, потому что она, ну, она достаточно простая, то есть она была эффективной, но я говорю, вот, проводил анализ, все равно всего лишь это back of words, back of engrams, достаточно, ну, такое неглубокое преобразование, значит, она фактически делала очень простую работу, но делала ее эффективно, то есть мы, вряд ли она понимала смысл, ну, то есть, но делала ее эффективно, поэтому, опять же, это всегда компромисс, хотим ли мы делать, усложнять модели, делать глубину, либо мы хотим, возможно, работать с более простыми моделями, потому что они зачастую очень эффективны, если у нас есть задача, мы понимаем, что мы хотим, достаточно простые, неглубокие модели работают на самом деле хорошо, поэтому не всегда обязательно там сразу настраивать много-много уровней и пытаться там усложнить себе жизнь. Всегда оказывается, что можно заставить работать, ну, и простую модель, если мы догадываемся, у нас есть идеи, и время, и желание поэкспериментировать, как ее заставить работать. Но опять же, вот это уже мой анализ по смортам, что можно было сделать. Я все-таки думаю, что более глубокая сеть могла бы работать лучше, ну, то есть если бы было желание, то сделать более, как бы, глубокие сети, просто надо было решить проблему оверфитинга, что опять же, скорее всего, было возможно. Опять же, есть такая, ну, вот техника, это positional embeddings, когда через embedding передают не только слова, но и позицию, слов в предложении, это тоже можно закодировать вектором определенного размера, и это сейчас, ну, в новых там исследованиях люди показывают эффективность этих positional embeddings, то есть тут их, в принципе, тоже можно было использовать. Ну, еще у меня есть идея, что если в Image так хорошо работает transfer learning, то есть для распознавания образов, когда вы берете там VGG на тренинг, на ImageNet, и потом можете фактически бесплатно делать суперклассифайры, вот мне кажется, что и в NLP это тоже рано или поздно произойдет, и transfer learning начнет работать. Я еще не знаю как, вот у меня есть идея, что можно использовать, ну, pre-trained модели машинного перевода, но это еще такой открытый вопрос для экспериментов, но я верю, что transfer learning должен заработать в NLP. так пицца уже есть, да, она стынет, я буду сокращаться, но опять же смотрите, еще нету, смотрите, знаете, хорошо, тут были каглеры, как выиграть Kaggle Competition? стэка, usage of the boost, ну стэка, называется ансамбль, на самом деле, этого недостаточно, чтобы выиграть, но скорее всего, без этого нельзя выиграть, то есть все делают ансамбли, то есть все делают ансамбли, и опять же, существует, там можно долго рассказывать теорию, почему ансамбли работают, но идея состоит в том, что вот те, кто из вас хочет там в кагле, вам все равно придется научиться это делать, каким-то тем или иным образом, и это работало здесь, но во-первых, это работало, я говорю, по одной простой причине, что ансамбль, ну вы понимаете, когда я говорю, что ансамбль, ансамбль это когда у нас есть несколько моделей, несколько разных подходов, они, каждый предложил свое решение, и мы называем это уже уровень там стэка, ансамбля, когда мы каким-то образом комбинируем эти решения, причем эти способы комбинации могут быть очень сложные, то есть люди могут на этом уровне комбинации тоже использовать нелинейную модель, нейронные сети, их же boost, все это. То есть вот это ансамбли бывают очень-очень суровые, очень сложными. Но даже простой ансамбль, просто взять там, я не знаю, 10 моделей и их усреднить, он тоже работает здорово. Особенно опять же в этом соревновании, когда классический подход давал хорошие результаты, нейронные сети давали хорошие результаты, но так как они с проблемой работают очень по-разному, то это всегда хороший кандидат на ансамбль. То есть главная идея ансамблей, что если у вас одинаковые модели, то вы получите очень мало, как бы их собирая в ансамбле. Если у вас разные модели, то вы получите очень много. Причем это касается даже не только, вот собственно говоря, моделей компьютерных, но и людей. Например, если вот на Кагле люди иногда, ну очень часто объединяются в команды, и часто это происходит под конец соревнования. Там были вот на этом соревновании команды по 10 человек и участников. И вот если люди работали независимо, и вот они там, я не знаю там, занимают там, не знаю, за неделю, там за две недели до конца, когда последнее объединение, там сотое место, там где-то в этом сотые 150-е. И вот там пять человек объединится и просто усреднят свои модели, то они подпрыгнут, ну как минимум на 50 позиций, просто за счет усреднения. Да, но это уже, да, это уже механизм. Но я говорю, что если, например, просто объединиться, вот если бы мы с Юрой объединились и просто смержали наши модели, мы бы точно заработали золотую миндаль. Вот это гарантировано, да. То есть потому что если у вас идет независимая разработка, разные идеи, у вас неизбежно получаются немножко разные модели и они всегда хороши для ансамбля. Но опять же, если вы работаете в одиночку, то же самое, когда вы делаете ансамбль, вам нужно, опять же, чтобы ваши модели были разные, то есть поэтому возможно разная регуляризация, чуть-чуть разные алгоритмы, разный набор фич. То есть идея состоит в том, что да, абсолютно, ну то есть не выкидывайте свои, может быть даже есть модели, которые вроде перформили слабенько, сама по себе, но такая слабая, даже линейная модель может оказаться очень хорошо в ансамбле. То есть в ансамбле нам нужно разнообразие. Мы к нему стремимся, поэтому, ну вот, у меня же где-то вот есть, о, вот этот слайд, что она говорит? У меня есть такой способ сохранения моделей. То есть все модели, которые я разработал, у меня складываются там в определенном формате. Это вот их, как бы, имена и какая-то статистика, как они перформили. То есть в конечном итоге, когда я уже буду делать финальный ансамбль, все, что я делал, там сохраняется и оттуда будут доставаться модели и, собственно говоря, буду вот на втором уровне складываться. То есть моя идея, ничего не выкидываю, я уже мог, так сказать, идею забросить, я уже такую, ну, архитектуру нейронной сети больше не использую, но она все равно дает какую-то пользу в ансамбле. Просто за того, что она чуть-чуть другая, она чуть-чуть не такая. Поэтому это больше для каглеров, потому что в индустрии, Юра правильно отмечал, вы мне, когда пицца будет готова, сигнальте, сигнальте. Хотя, хотя, смотрите, опять же, ну, это вот сколько там, Юра сказал, что там были 400 моделей, много уровней. Вот у меня тоже был такой, ну, второй уровень. Я его считаю достаточно простым. Я его называю амсамбл бакинг. За счет амсамбля я решал вот эту проблему, что у нас был разный дистрибьюшн, фактически, ну, позитив и негатив кейсов. И амсамблем я называл то, что я фактически дополнял. Я раз у нас, так сказать, негативных кейсов, например, я уже забыл, где как, больше в тест-сете, значит, я буду из трейн-сета, ну, повторять одни и те же, может быть, записи, но я дополнял свой модель, чтобы у меня был такой же дистрибьюшн. Но я делал это на втором уровне, я делал это, так скажем, таким способом, что, ну, выборки с заменой. И у меня каждый раз получался чуть-чуть разный вот этот трейн-сет. И поэтому я это сделал 20 раз, потом еще раз усреднил, еще раз там одну десятую отыграл, ну, все нормально. Или одну сотую, но в кабле это тоже считается. Ну и вот у меня была команда, потом это самый последний ансамбль, это уже веса финальной модели. То есть 0.8 была моя модель, вот мы как бы тиммейт Камаки 0.2, мы так взвесили, это уже мы так придумали просто благодаря фидбеку лидерборда, вот приблизительно такие веса нам нужны для того, чтобы сделать наш финальный ансамбль. И вуаля, мы на двадцатом месте. И самое последнее уже две минуты, это Юра не говорил. К сожалению, вот опять же, как и в Кагле, в этом соревновании был так называемый data leak. То есть фактически там, так как Quora открывала этот набор данных, фактически можно было вычислить дупликаты, вообще не анализируя содержимое. Ну, фактически очень, ну, анализируя содержимое этих вопросов, но совсем другим способом. То есть можно было из-за артефакта, вот как они пытались создать эти пары и проставить, что есть, ну какие, то это оказалось, что можно из этой структуры извлекать информацию. И в конечном итоге все, кто победили, победители использовали этот лик. И в конечном, ну последний там месяц, может быть, соревнования, он был, кто лучше будет эксплуатировать вот эту утечку данных. Почему это важно? Мы не будем, я говорю, нет времени рассказывать, но это часто происходит в жизни. Мы всегда можем, вот любой исследователь, мы, кто работаем, создавая свои наборы там тренировочных и тестовых данных, мы можем тоже случайно допустить похожую ошибку. Quora, которая, ну, не бедная компания, она потратила очень много денег на соревнования, она совершила эту ошибку. То есть я думаю, они жалеют, что они выложили, ну, такой сет. Но мы должны учиться, мы должны, а, понимать, что это происходит и пытаться избегать, б, понимать, что в кагле это тоже такая неизбежность, что иногда выигрывают за счет ликов. Многие люди, ну некоторые участники соревнования даже бросили, писали в конце, что вот мы хотели тут NLP натренироваться, все выяснилось, как всегда в кагле ликнул. Это не всегда в кагле, но в половине соревнований где-то так и есть. То есть это, ну, недостаток этого, что на самом деле очень тяжело сравнить в конечном итоге, а что, какие модели лучше, ну, показали результаты, потому что самыми сильными фичами были лик-фичи и тут уже архитектура моделей менее важна. Если ты научился эту утечку использовать, ты фактически уже победил многое, достиг многого. Ос�俠, пеп Rotions Д Вот, вот по-русборстры со стороны. Вот этот значит, у меня есть, да, вот, вот. Продолжение следует...